Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так как Марина в прошлом конкурсе была капитаном и победила, Марина становится капитаном вновь. Марина выбирает красный цвет фартука и выбирает себе противник. Я не хочу быть капитаном, мы не все равно полно выбора, я просто хотела до него командовать. Мне было очень-очень все понятно. Кого я возьму вторым капитаном, кого я буду набирать. У меня уже тактика стратегия. Это будет Вика Подлепенская. Якова. Фио. Якоца. Вика, она достаточно еще зеленый кулинар. Ну то есть она, мягко говоря, не дотягивает до моего уровня. Пришло время набирать команду. Начнем с Мари. Маша сирота. Да. Что? Что это было? Что? Машу берут третий, второй и ты ее первый берешь? Ты такая ха-ха-ха-ха-ха. Наконец-то. Наконец-то мне доверяют шоту. Наконец-то считают, что я сильная. Вот. Надо было, чтобы мы до десятки дошли, когда меня начали считать сильной, да? Если я ее поставлю на закуску, она будет делать закуску. Если я поставлю ее просто натирать тарелки, она это будет делать. Ей плевать на гордость, ей плевать на все, но она будет делать то, что ей сказал капитан. Даша Марфина. Девчонка. А. Илья Ващитинский. Соня. Денистор. Жулик. Вольня команда что-то напоминает. Ксюша. И надо встрече Илана. Иди сюда. Такую зерку вы не загубили. Команда готова, мы стоим перед судем. Там Илана и Девит, которые не любят Марфина и Соню. Там Марфина и Соня, которые не любят и Давида. И там Вика, которые вообще их всех вообще не любят. Мне моя команда нравилась больше. И теперь узнаем, что же за гости. Сегодня вас ждет встреча с легендарным укротителем сала из Закарпатья. Суперяк, суперяк. Сало в шоколаде, вареное сало. Повелительницей лобстеров. Великая. Королями и королевами мяса, соусов, десертов, конфитюров. Кроме того, вы сможете познакомиться с автором легендарного Чучуч. А-а-а! А-а-а! Спасибо, Дурья! Полива! А-а-а! Женечка! Итак, встречайте! Сборная всех времен и сезонов! А-а-а! Король! Солим сало сейчас, заварим сало, думаю, капец. Левензован, Пескова, Асмик, Лена. Чуть-чуть полива так. Господи, у него такие красивые, шикарные очки. Женя Клопотенко. Великая, которая его ненавидела, и сейчас до сих пор она его не довидит. Я вижу король, я просто бинго, джек-пот! Я увидела король. А-а-а! Олег, он стоит, как мотиватор ее, моя. Карета с ее коронной фразой. Бога молю, понимаете? Она вообще вот тут покрасилась. Вот, вообще уже такая худенькая, стройная леди, секси-леди. Это именно те люди, которые были у меня реально фаворитами. Именно те люди, с которых я болела. Когда мы стали перед детьми, у меня вся ностальгия вернулась. Так скучаюсь, знаете, что у гостей перед камерой говорили всякую ахинею. Это моя любимая. Сегодня я первый раз на кухне Мастер-Шеф в виде гостя. И как-то такое чувство некомфортно стоять. С другой стороны, дети нас будут кормить. Хотя вот недавно мы еще с ними работали, учили их. И я надеюсь, что сейчас их десятка. Они уже подсобрались и смогут нас удивить. Класс! Жесть, скажем, чусь! Жесть! Симпатичный. Высокенький. А что Коля не будет? Меня им Коля надеет. Те, кто лучше нравится. Вообще хочу двоих сразу. Здравствуйте, сборная всех времен и сезон! С возвращением в родные стены Мастер-Шеф. Ребята, как настроение? Отлично. Шикарно. Я думаю, все хорошо. Мы просто не будем готовить, поэтому настроение божественное. А должно быть наоборот, в принципе. Он не умеет готовить. А, да? Итак, сборная, знакомьтесь. Перед вами новое поколение. И лучшие юные кулинары страны второго сезона. Почему они вышли? Обычно судьи нас предупреждают, что за гости к нам придут. А потом нам дают задание приготовить столько-столько-то блюд. И потом мы выносим блюдо, и они за нас голосуют. А тут они вышли и стоят. Я же понимаю, что дело пахнет, короче, керосином. Красиво. Сьогодні наши гости подготовили для вас хитромудрое завдание. О, Боже. Обидві команды должны приготовить для каждого гостя по одней страве. По черзі кожен з гостей зайде до комори и обере по пять ингредиентів. Саме с цих. И только с цих пяти складовых вы и маете приготовить страву, гармонійно поединавши их между собой. Серьезно? Опа-на. Что? Что? Что вы сказали? А вы должны подключить все свои знания, фантазию и опыт и совместить все эти продукты в одном изысканном блюде. Отлично. Можно уже сразу чертой? Было дело, когда мы готовили там 90 блюд, но это одно и то же. Знаете, вот 90 там медальонов. Окей, чик-чик-чик-чик-чик. А здесь просто 13 разных самих по себе блюд. Они могут намочить такое, что они сами этого не сделают. Ой, но с добым командам доведется буквально битися за каждого клиента. Адже від кожного учасника сбірної обидві команды отримают однаковый набир продуктів. Ну что ж, пора начинать. Мы готовы. Первым же идет мой самый обожаемый, самый любимый Евгений Клопотенко. Спасибо большое. Вино принесет. Да, вино. Все помним конкурс, там, где нужно было выбрать себе звезду блюда, и там участники добирают продукты. Он же ж вино взял с звездой блюда. Вот интересно, что он там нам, типа, вообще набирает? Чили? Что происходит? И он вывозит. Внимание, это что вообще? Ребята, ну для вас я приготовил все очень просто. Это бананы, сливочное масло, ялтинский лук, перец чили и куркума. За этих продуктами можно приготовить одно божественное блюдо. По Аллану Пассару. Такой повар, который получил три звезды Мишлин. Детям нужно взять бананы прямо в кожуре, обжарить на сливочном масле, добавить туда лук, добавить куркуму, добавить перец чили в самом конце. Буквально 15 минут это все протушить. И нереальное сочетание, на первый взгляд, несочетаемых продуктов. Спасибо, великий Сергей, спасибо. За что? Мне хотелось подойти и сказать. Женя, ты серьезно? Мне хочется, чтобы дети показали свой креатив. Их осталось 10 человек, и я дал сложные продукты. Помню, после командного конкурса вы сказали, что это все очень просто, что я очень просто готовлю. Теперь покажите, что вы можете. Без проблем. Виктор Перехрест. О, Витюня, давай. Сейчас. Погнал. Сейчас Витя нам раздаст. Рыба. Рыба, рыбка, сиклотка. Выходит, Витя. Что ты взял и почему? А что? Витюня. Помейте тільки, помейте тільки. Я взял рисовую лапшу, ребят, спаржу. Яйца. Рыбу дорогу. И апельсины. Я хочу, чтобы они приготовили рыбу. Классно. Соль, перец и лимон. Такой, без фанатизма. Сделали голландский соус. Ну и спаржу на пару. Забирайте, забирайте что-то. Идет полива до Жени. Ой. Только чуть-чуть. Он так ручки сожжет. А течке поправлю. Только чуть-чуть. Очкарик. Респект ему. Творожок взял. Мяту, яблочки, бедрышки и апельсинчик. Это часто можно встретить на кухне. Поэтому это все практично и доступно. Удачи вам. Спасибо. Потом пошла Екатерина Великая. Вот такие каблутеры. Ну здесь примерно. Ну здесь это точно было. Аккуратно не упади, Катя. Смотри под ноги. Это вот чисто великая стайл. Помнишь, такое? Думаю, вот она нам сейчас лобстера возьмет. Лобстер? Лобстер. И равиоли. Я сегодня выбирала продукты так, чтобы выбрать то, что я люблю. Фуа-гра. Говяжья вылезка. Спаржа. Дорблю. Фенхин. Ничего себе. Да? Набор продуктов был прям изысканный. Ну да, не каждый же день фуа-гра поешь. Откуда у людей деньги на такое-то? Ага. Идет, короче, Левензон. Королева десертов всех народов. Десерт. Десерт. Ну, я думаю, ну, вот сейчас десертик сделать, продукты, которые там масочка насыпят, молочка, шоколадочку. Э, нет. Ни шоколад и ни масло. Надоело, ну, что я должна постоянно одинаково. Хочу другое. Хочу рыбу. Берет лососик. Лимон. Брокколи. Сливочное масло. И фенхин. На самом деле лосось, мне кажется, испортить просто, ну, почти невозможно. Поэтому это такой беспроигрышный. Вопрос, кто приготовит его вкуснее. Борь, который мне нравится. Только Женя у нас добрый. Потом идет астмик, мы понимали, что без специи не обойдется. У нас здесь тимян, чеснок, перец чили, манго и вырезка. Мне захотелось, чтобы ребята меня сегодня вкусно накормили, без выпендрежи, без ничего такого. И вырезка с каким-нибудь манговым чатней. Добавят тимянчика и чеснока. Это будет пряно, аппетитно. И мне это сегодня понравится. Дальше выходит карета. Карета, давай! У нее говяжья вырезка, бекон, батат, ягоды и сливки. Я не хотела быть сильно оригинальной, поэтому все очень просто. Ё-моё, баба, огонь! Я вообще угораю. Такая крутая баба, ей-богу. Я хочу очень вкусно покушать. Это вам держите. Потом идет... Леночка. Я дала курючье филе. Дала вам хороший мягкий сыр. Филадельфию. Дала вам ягоды, морковь и сливки. Чего я так выбрала? Потому что, напевно, чтобы в эту хвилину думала про своих детей. По-перше, можно с этих продуктов сделать смачно. По-друге, они очень легкие. И поединятся между собой. Спасибо. Следующий выходит Катя Пескова. У вас есть мука, морковь. И я такая, оп, стоп, что не десерт. Хотя есть множество десертов с морковью. Орехи. Маскарпоне и яйца. Я надеюсь, в конечном итоге, в результате, получить морковный пирог. Потом пошла Виктория Король. Наша любимая Король. Агата, в кого живет народ? Меренга! Чуть-чуть, чуть-чуть. Как Вики про петроли и меренга. Мука. И королью нам выносит. Ях, это удивительно не было. Но она выносит нам молоко, муку, яйца, масло и разрыхлитель. Милые дети, вот вы посмотрите на эти продукты. Все очень просто, да? Так банально и просто. Отлично. Ну, пожалуйста, не делайте мне простой бисквит. Сделайте что-нибудь такое оригинальное. Такое какое-то красивое. Такое, чтобы я просто, ну, вот, оказалась в сказке. Хорошо. Мы забираем, очень хороший набор. Дальше выходит Ковальчук Олег. Мотиватор. Заделаем сейчас вам, ребятулечки. Сразу я сейчас возьму вам. Тунец, кунжут, выносит тыкву, выносит апельсин и перец болгарский. Все вы знаете, сколько витаминов и сколько вкусных речевин имеют эти продукты. Мои какие-то начинания в спорте у всему залежат от ежи. Тому я вибрав такі ингредієнти, які поеднають собі і здорове харчування, і, по-друге, те, що це смачно. Потом идет суперяк. И что он выносит? Я розглядувала, я дивилась і не вірила своїм очам. Я вибрав перелік таких продуктів. Сало. Це капець, це капець, сало. О, Боже, не будем. Кролик, вишенка, тыква і лук-тарей. Знаешь, я по-багатому з поїзда голодний, щоб було на тарілці. Ще подивлюся, як вони малі гади на чого дадуть, і все, що я їм подавав. Ще не зекономлять на мені. Конечно, набор от Бога, но шо з робочным. Последним выходит... Александр Белодет. Я ж понимаю, що нічого, нічого хорошого він нам не внесет, так як він там тоже заканчивав якісь академії. Легко приготовить кусок мяса с овощами, а зробити з овощами вкусне блюда, це треба постаратися. І він виносив взагалі шикарний набор. Итак, у вас є свекла, є лук ялтинський, є винний прекрасний уксус і два вида сіра, брі і дерблю. Господи, шо б нам ділаць? Вобразила себе гіні, стратега, як Клопотенка. На приготування страв у вас буде дві години. Це нереально, 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 нереально просто. Дайте на полдня, день, два, то буде мало. І нагадую, у кожній страві вкрай важливо використати всі п'ять інгредієнтів. Комора з продуктами буде закрита. Готовий? Готовий, а шо, куди нам діться? Да! Ну, тогда... Время пішов! Побіжали, репети, побіжали! Що збіжилось? Ми біжіем, хто куди? Ну, я теж. Мороженець! Забирай, забирай! Забрали дві мороженці, я награбла мисочки. Синя! Підійдіть сюди, будете мене слухати, роздаємо пов'язки, підійдіть! Синя, команда, сюди, ми рішатимем, хто що буде робити. Підійдіть сюди! Міка, ти не можеш виконувати команду? Ти хочеш, дареш! Много времени потратили. Почти впустую! Підійдіть сюди! Вся команда, йди сюди! Одна, дай! Це Даша Марфина і Соня сказали, що ми будем вдво готовить 7 блюд! Забрали все найсложніше, тому що Ілана, Давид і Вика, вони не справились. Так, на дівчатку я даю Клопотенко, Витюню, Великая, Олег. І вона залишається Катюшу, Цуперяк і Саша. 7 блюд! Вона залишилася Асмик, Карета Юля, Ливінзон, Поливода і Великая. Жулик, ти на карету! Давид, я взяв одне блюдо, а Вика мене не доверяє. Я хотів теж. Я королю хочу забрать. Маля, дай мне королю. І все. НЕТ! А вот ти за мною робиш Асмик. Она нам дала, а она нам не сказала, що ми делаємо. Що ми можемо? Ми можемо опять організувати роботу, Вика. Я вам дала набору клієнтів. Делайте, що хочете. Смотрите, вони вже почали роботати, а ми тупіли. Я, як капітан, я сразу поставила, ну, ребят, перед фактом, що вибираю блюда я. Значить, мене доручили делать десертки для Кати Песковой і Вики Королю. Я предлагаю сейчас сделать бисквитик такой, на него религиоз. Внутри ми наполняємо заварным кремом, а между ми скрепляємо масляным кремом. Я решила, що ми сделаємо релижіоз і морковний торт. Це отлично! Тоді я встановлюся вже, да? Да, іди. Смотри, Ілья Васитинський, ти зараз... Можеш, давай я розділу кролику стану? Да, окей. Делайш філешку. Я сказала, що я стану на говяжью вырізку для великої каретки для асмик. Сделаю філе з Дорадо. Я сделаю філе куриное для Лены Ивощук. Сделаю тунец для Олега Ковальчука. Сделаю лосось для Левензону. Ну, короче, по всей рыбе, по всему мясу. Ну, і так же некоторые соуса. Меня Маринечка для начала поставила заглазировать фенхель. Дальше... Смотри, я предлагаю сделать здесь сабайон, потому что здесь нету отлично масла на голодес. Здесь можна только сабайон. Делаешь сабайон? Сабайончик для перехрес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что мне делать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сразу я с Ксюшей, чтобы не мешало мне, я поставила что-то. Она поделала тыквенное пюре. Я беру тыкву для Олега Ковальчука. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Порубала ее, поставила варить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спрашивай, что мне делать? Марина, что мне делать, пока кипятится водонаток? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будешь балансировать спаржу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотя нет, это тебе сложно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что? Целенно сложно? Ты издеваешься? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И все-таки я выбила наконец-то вот эту, чтобы делать спаржу. Для нашего перехреста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А если ты так боишься, что я испорчу спаржу, в чем ее бланшировать? В сливочном или в оливковом? Оливковое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь я точно не испорчу. Это чтобы ты не боялась, спросила. Честно, я не знаю, почему Марина мне не доверяет. Я же не рукопоп. У меня, извините, руки не из того места растут, а из плечей, понимаете? Доделала мою спаржу. Даю попробовать Марине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она идеальная, умничка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идеально! Понимаете, идеально! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сделала только две. Делать еще? Да. Я думаю, ха-ха, а ты мне не хотела доверять как бы спаржу. Видишь, как оно бывает? Что не доверяешь человеку, а напрасно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сначала взяла Наташин набор. Так, я буду соглашовываться с командой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Боже, Вика. Даша, так лучше будет, или так? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вика даже не может сделать рыбу. У меня просто, знаешь, это тебе чисто поражает. Дай, капитан, но я понимаю, что рыба просто свитывается, чтобы каждый не сказал, ах, ты, Вика, да, да, ты, все. Ты сама решила, ты сама приняла. Соня, ты дивись за своим процессом. Я смотрю, Вика, за своим процессом. У меня с моим процессом все идеально. Знаете, что я делала? Я буду сейчас разделывать кролика, м-м-м. Он, наверное, кролика, я на него смотрю. Он смотрит на меня своими почками, а на него, на меня. Вика, скажи, что лучше спинка, чей ножка? Я скажу спинку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я ненавижу кролика. Это же мой любимый продукт. Не забыла, как его расти. Да тебе он на другом на яком эфире показывает, как делать кролика. Ты не знаешь, как делать кролика. Обережно отделить мясо від кисточок, чтобы филе кролика залишилось неушкодженым. Давид умеет разделывать кролика. Попроси Давиду. Давид, ты умеешь разделывать кролика? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты умеешь или нет? Ого, он сразу журнал на меня. Не-не-не. Я на это не верю. Длин. Думаю... А-а-а! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, Кажур, обой ножку. Я взяла, отрубала ему ножку, потом поставила мариновать всё по всетине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я предлагаю сделать... Морковный торт. Сразу первым делом мы определяем, где песковый морковный торт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Песковая, ты сегодня вкусно покушаешь, но только от нашей команды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уже замесила тесто. Дори, Соня, это такое тесто, которое должно быть в морковный торт? Оно очень жидкое. Муки, думаешь, ещё? Да, ещё муки. Ты уверена? Я сюда по пропорции добавляла. Может, не надо? Но морковный торт должен быть гораздо гуще. Окей. Получается так, что... Получается такой бисквит. Я его быстренько кидаю в духовку. Я пробую этот морковный торт. Он забит. Много муки как-то, мне кажется. Он поднялся, он был пышный, но он был забит из-за большого количества муки. Которая мне сказала добавить соли. Вы мне сказали ещё муки добавить. Я говорила, что это не надо. Моя вина, что я ей сказала добавить в бисквит ещё муки, потому что реально дома делаю морковный торт, а мне тесто гораздо гуще. Оно хорошо поднимается. Ну... Получилось так, что... Мы протупились. Ах! Я сдурею тут, а! У нас всё было хорошо. Никто не спорил, никто не ругался. Ну, все были действительно забиты именно вот этими процессами. Их было очень много. И поэтому все работали, работали, работали. Я взял и начал делать заварное тесто. Так, давай замешивайся, замешивайся. Моя тесточка. Перемешал хорошо. Взял пухонную машину для удобства. Перемешил вот эту заготовку теста. Замешивал тесто, оно было просто идеальное. Затем... Денис, а это что ты делаешь? Профитроль. Я? Эээ... Выдавил эти профитрольки. Они не сильно маленькие? Нет. Марин, посмотри. Они маленькие. Вот эти мелковатые. Вот эти мелковатые. Хорошо, у меня есть ещё тесто. Нет, послушай. Ты можешь эти печь и ещё одну партию. Да, просто смотри. Эти наверх поставим. Одни большие, а наверх маленькие. Сначала маленькую партию, а затем более большие. Ну, чтобы сложить композицию из этих сторон. О, точно. Да. Всё, отлично. Поставил в духовочку, поставил там градус. Оборачиваясь уже в другую сторону, потом опять туда. Они уже вот такие вот. Марин, профитроли подросли. Хорошо, всё нормально. А ну покажи на сколько. Вон там. Посмотри. Слушай, они такие красивые. У него были безумно красивые профитроли. Покажи Дениска. О, ты молоча. Всё, хорошо, я всё делаю. Бисквиты я сейчас ставлю. Понравился мне сегодня Денис. Знаете, никому не мешал. Никому вот недовольное лицо не строил. У него была работа, и он её делал. Марина, что мы делаем с творогом для поливоды? Без действия остались творог и мята. Давай я творожок перетру с мятой. Да, типа мусс такой. Творожно-мятный мусс. Да. Согласна? Да, всё. Это будет как гарнир. Делай. Такая. А-е-е. Сначала я, получается, это взбила в блендере, то есть на кухонной машине большом. Потом я перебила это ещё и на погружном. Потом я это начала перетирать через мелкое-мелкое сито. Я добилась той консистенции, которая мне очень нравилась. Марина, оно безумно вкусное. Смотри. Марина попробовала, сказала, что она идеальная. Маша, ты умничка. Ну-ну-ну, я тебя люблю. Всё, я уже отставила. Я молодец. Всё, круто. У нас всё безумно вкусно. И тут проблема с астмик. Потому что как бы Соня предлагает, давайте сделаем типа манго в сиропе. Будет прикольно. Я хотела сделать манго в чатне. Я понимала, что можно приготовить мясо с манго в чатне. Сразу что-то меняется, ну, как все. Какое чатне? Реально, блин, это бред. Какое чатне? Это странно. Какое чатне? Вся команда начала говорить, типа, века надо креативить, креативить. Я говорю, если креативить, хай нам дают неделю чи минимум пів дня, чтобы мы его приготовили, чтобы мы креативили. Да, будет одне блюдо, и я буду готовить его півтора часа одне блюдо. Я дам вам такого на креативу, и я, наверное, знаю, из манго в мясо перетворю. Фух, я дура, странно. Вика, мы не слушаем твои идеи, потому что ты ничего толкового предложить не можешь. Хорошо, что ты предлагаешь, Соня? Я придумала! Иди сюда. Что здесь? Это, короче, манго типа в сиропе, и давай туда красный перец. Так, все, есть. Я взяла сейчас набор сегодня Вики в короле. И это, когда я прошу на самом начале, Вика сделай англез, Вика сделай англез, как бы, ну, чтобы мы поставили мороженое для короля делать. Вика, у нас постаивают к частям две мороженец. Ты сделаешь англез или нет? Нет, давай что-то из заварного киста. Так, так. Из заварного киста можно сделать и Крукенбуш, Париж-Брест, профитроли, шу, религиоз. Ну, стыки разных десертов можно сделать, ну, мега просто много. Какое заварное кисто? Ты странно. Ты странная вообще Вика. Сразу Соня. Открылась, Вик. Дрот. Щелы, можно сказать. Так, хоть понимаешь. Ну, человек, а мы народники, заварнотисты. Ты шо, гонишь? Не гонишь? Щас скажи, вчера мисупинг будем делать, а я не понимаю просто. Соня, давай, настройся на хорошее. Проблема в том, что Соня ненавидит, как бы, Вику. Вика, от каждого твоего слова, любого даже хорошего в Сонину сторону, Соне только хуже. И Викины все идеи, они на самом деле были не очень. Хорошо, давай делай. Боже, Вика, не ори. Все, делай сама, мне по барабану. Вика, капитан тоже. Если мы потом проиграем, потому что нам скажут, что вы за бред приготовили в детском саду. Боже, просто началась великая запара. Я просто не знала, что я просто хотела до каждого подойти. И, как сказать, каждое блюдо начать продумать блюдо именно из тех ингредиентов. И начать готовить. Но команда, я не знаю, кто был капитаном. Я, Даша Марфина или Соня. Даша, Даша, Марфина, что? Можешь, пожалуйста, бисквит сделать? Мы королю подадим. У нас распушивач, нужно его куда-то деть. Бисквит? Вона же сказала, что абы не бисквит. Який бисквит? Ты в десятках, який бисквит? Правильно? Правильно. Писочку? Які не печеньки сделаешь? Ты я, какие ты правильно не сделаешь? Все. Не просто бисквит, у нас будет мороженое на бисквите. А что мы с распушивачем еще сделаем? Подумай, Вика, своей шикарно умной головой. Они на меня накинулись, то знаете, голодные акулы там неделю не ели и побачили рыбу, молюска. Вот так на меня они накинулись. Вместо того, чтобы подозвать Соню и сказать, Соня, я капитан, молча. И сказать нам, что нам делать, у Вики начинается истерика. Боже, я заплута. Вика, блин! Вика успокоилась. Выруби, пожалуйста, истерику. Мне так было обидно. Вообще, я, наверное, миллиард, я не знаю, сколько там, самое большее число. У свете Google, да, не знаю сколько. Короче, миллиард миллиардов пожалела, что я взяла Соню в команду. Дальше подходит. У нас часов нет, я не знаю сколько прошло минут. Здравствуйте. Капитан, как дела? Погано. Почему? Ну, пока нема таких хороших идей, которые мы точно будем делать. Как сталося, что у вас нема нет никаких идей? Я уже прошла година часу. Как час? Какой час? Я в шоке, у нас ничего нет. И когда у вас появляется хороший идей? Завтра? Нет, сегодня. У нас получается, как вы перечислили всех участников. У нас оказалось, что есть только три блюда, о которых мы только задумали. У нас ничего нет, час прошел. Я понимаю, что это кошмар. Все. Ты должен успокоиться. Ты же капитан. Мы хотим сделать тунец, пожарный тунец. Хочем до него сделать сорбет из тыквы. Это хорошая идея. Спасибо. Я думаю, что это не лучшая идея. Как презентацию вы планируете сделать? Тунец подают горячим, а сорбет холодным. И пока вы донесете свою страву до клиента, сорбет ростанет. У нас будет тунец, он будет слишком горячим. Капитан, мне кажется, совсем иначе. Ну, капитан вообще, ну потому что капитан даже не знает, что мы делаем. Виктория не знала, что мы делаем. Она знала только, что делают там Давид, Илана. А то, что мы сделали дальше, она даже толком не знала. Она там, наверное, знала, что делаю ножку. Это, наверное, все, что она знала. Как так можно? Вообще, сколько хватает совести, наглости. Я не знаю, как правильно это сказать. Так было бедно. Я не нравлюсь семье капитана. Они постоянно на меня кричат. Ну, я не могу так. Я говорю, одни сделать, они перебивают и не хотят это делать. Почему вы не поддерживаете своего капитана? Ну, на самом деле, мы слушаем идеи, просто на самом деле все идеи, которые предлагают капитану, они очень простые. А что, твои идеи очень хорошие? Ты думаешь, что тунец с сорбетом – это чудовая идея? Нет. Это не найкращая идея. Меня не слушают. Вика, работа кипит, мы заняты все своими процессами, и они не слушают мои идеи. Ну, все плохо, меня кипает. Просто хочется подойти и вот так вот сказать, алло, прием. Ну, значит, ты не можешь совладать с Соней. Марина может, я могу. Почему ты не можешь? Что тут происходит? Вы плетете интриги и змовы, говорите, что у капитана поганые идеи, а свои даже не ставите под сумнём. Вы же команда! Вы должны прислушаться и поддерживать один одного. Если вы програете, это будет ваша общая поразка. Все програют. И кто-то оденет черный фартук. Если бы я был на месте капитана, я бы не оденет черный фартук на себя. Я оденет бы на другого. Потому что команда меня не поддержала. Ничего, сейчас мы собираемся все с другом. Просто как характер, она услышала наше озарение. Все, девочки, теперь идем сюда. Иди сюда! Обсюди молиню! Иди сюда! Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе! В руле такой. И такая техника. Сначала минутки 3-4 она варится в кипятку, а потом отставляется с плиты и просто доходит в кипятку. Так, для Вики Король мы робим Париж-Брест. И ни каких но, без, до, не, да, не, не, нет. Я сказала, робим Париж-Брест. Быстро отмерять все продукты на заварные тисто. 50-50, быстрее! А еще для Жени Поливоды сделать из творожка и яблоком мус. А с апельсином мятой сделать соус. Все. Так, девочки, сейчас мы собираемся и выиграем. Дальше я смотрю на нашу команду, как кипит работа. Мариночка, что мне еще делать? Давай, ты будешь делать манговое чатни. Я встала и начала заниматься чатни. Так, я с миг взяла манго, делала мелкие полосочки, а потом мелкие кубочки. Я так старалась сделать очень-очень одинаково, чтобы было красиво. Потом я нарезала, типа, два вида чили. Мне Марина сказала это припустить. Я положила там чуть-чуть тимьянчика буквально и припустила это все на масночку. Маша делает чатни. Давай придумаем что-то с клапанинкой. Я вначале подумала, что Женя так задумал, что все, знаете, протушить. Вот этот крымский лук, добавить туда куркумы, добавить туда банан, добавить туда тоже перчик чили. Все было бы вкусно. То есть чили с бананом очень хорошо сочетается. Но я потом подумала, что очень-очень как бы банально будет, что просто протушить и что это закажет победитель пятого сезона. Как бы я почему-то была не очень такая уверенная и поэтому скреативила, короче, реально скреативила. Мне кажется, банан нужно один, вот так сделать такой вырез, такую лодочку, и в нее, типа, перчик чили, лучок, куркуму, типа, и одну часть банана. Сливочное масло. Мармелад будет, ну, как бы он сладкий. А чили-то как раз острый. Это будет а-ля чай. Ну, я как бы понял идею. Как его выплатить? Я взял, короче, делал первый банан. Только не испортите, хорошо? Ну, ты что, криворукий? Что, криворукий? Ты знаешь, как это сложно? Он скользил в руках. И просто если одно нерезкое движение, он может, во-первых, поломаться, или просто в нем в середине будет дыр. Я такая переделай. Вторая вроде немного лучше, но немного. В общем, опять он плохо справился с ним процессом. И вот хоть так вот к нашей команде. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Все хорошо? Как ты распределила работу в команде? У нас все по процессам. Все, что у нас занимается спаржей. Так же она сделала теквино-пюре. Илья сделала батат Анна. Маша занимается манговым чатни и сделала уже мусс из творога. Я замариновала всю рыбу, говядину, куриное филе, сделала начинку и стала на два соуса. То есть у нас все поэтапно, но как бы мы пытаемся сканклановаться. Хорошо. Все? Будешь. Спасибо большое, Эктор. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, Эктор. Маша, у тебя вышел чудовый мусс. Доброе, что ты скористалась кухонной машиной. Спасибо. Да. Удачи. Спасибо большое. Команда красных, у них типа работа шла как часики. Потому что Марина четко разделила так, как надо. То, чего не сделала Вика. Но больше всего меня убил Давид. Даша, Маша, свалила морковку. Дает мне ее в мисочке, типа, на ее перебей. Вот пюре. Это ты его процедил? Да. Что ты, походу, из сырой морковки сделал? Он даже не смог проследить, готова морковка или нет, потому что он клал на команду. В смысле сырой? Даша варила, она меня просто проследила перебить. Причем тут я. А ты что перебил? Я, блин, при чем? Это пюре? Да. Сколько вы морковки жарите? Ты приказываешься, я пол моркови делала. Еще оставьте варить, быстро. Варить, стал варить. Даша, тебя возменила самой крутой. Поставь кипяток, кипяток поставь. Сама взяла и поставила. У меня не стоило рук, у меня не стоило много времени, чтобы я побежал и тебе поставил сотейник. Я занимаюсь своим блюдом. Давид, ты что, блин, издеваешься? Я занимаюсь своим делом. Ты, мальчик, ты как со мной разговариваешь? Я тебе кто вообще? Мы с тобой на равном. Как ты со мной разговариваешь? Удачи, деточка. Давид, ты ни черта не делаешь! Я хотела просто подойти и треснуть чем-нибудь. Давид за сегодняшний день что он сделал? Два соуса, пара лил грибы и перебивал пюре. Все, что он сделал за сегодняшний день? Ты сейчас тупо мешаешь соус стоишь! Да, я пудру добавляю, да вкус его добавляю, блин! Соня, не лезь, ковли! У меня своя атмосфера, как бы я так на кухне, как в фартушке, как домохозяин. Готовлю себе там, куховарю. У меня там бонщик варится. То есть у меня своя атмосфера. Птички поют, птички летают. Мне там все равно. У меня нет этого силки и бежа. Я хотел всего прибить просто в тот момент. Он клал на всех и вся! Потому что он почувствовал безнаказанность, когда я вчера не одела на него черный фартук. А надо было! Я сказал, попустись, дорогой! Потому что такое отношение на кухне! Ты в команде! Я пошухать, а я в черном фартуке. И тут же понимается самое интересное. Не получается заварное тесто. Илана, неправильные пропорции ты дала! Как это? Все правильно! 52, 52! Нет, все, мы перероблю им! Неправильного ты мне дала! Илана, оно опять не получается! А что? Вика, вам ты не так делаешь! У меня точно пропорция! Что? Что ты добавляла? 50 воды, 50 масла, 55 муки, 45... Да! Да, вот! Я сейчас сделаю, блин, заварное тесто! Все! Знаете, уже можно делать мемасики про Марфину и заварное тесто! Потому что оно у меня никогда не получается! Вот просто никогда на этой кухне! Вообще оно нигде у меня не получается! Вообще я вот такой человек в заварном тесте! Но я беру инициативу в руки и говорю, я его сделаю! Я остановлюсь, делаю заварное тесто! Получается! И оно... Идеальное! Просто! У Марфины получается заварное тесто! Ура! У Марфины получается заварное тесто! У-у-у! Давайте попробуем! Оно реально получилось! Я такая себе думаю! Ого! Что со мной сегодня такое, а? Как бы осталось так мало времени, что вы себе даже не можете представить! Пять! А медальон для карета почему никто не обжаривает? Пожар! Чего никто не обжаривает? Давай, котик! Четыре! У нас медальончик еще не готово! Надо уже жарить! Три! Да и тунец! Блин, точно надо же тунец пожарить! Два! Что с карамелью? Заварила! Один! Быстрей! Я пятичка! И время! Стоп! Два часа ужаса! Итак, команды! Два часа окончились! И наши гости уже ждут в ресторане! Должны капитаны выбрать трех людей, которые должны выносить блюда! Да! Я думаю, лишь бы это была я! Можно я! И такие глазки строю, чтобы она подумала, что у меня такие глазки всегда! Улыбаюсь, улыбаюсь! Официантом будет Маша! Да! И ты, Илья! И ты! Все, отлично! И я такая... Да! Мы официанты типа я, Марфина и Илана! Ну что, вы готовы? Да! Да! Тогда удачи и можете начинать! Ну, понимаешь, я не могу просто так обслуживать, и на самом деле мы с Марфиной делали презентации, и я говорю, Илана, иди спроси, какое у всех настроение! Иди в зал! Не беги! Не беги, Иланочка! Бегу я в зал! Первым делом я бегу к своему Витеньке по ливоде и цупыряку! Привет! Ты пошел! Привет! О, да рыба, да рыба! Рыба за раз придет! А давай штучки померить! Хорошо! Я добрая людина! Что? Да! Привет! Ну что там, готово? Да, все готово! Сейчас минут пять и все вынесем! Супер! Молодец! Ты мне нравишься! Спасибо большое! Я со всеми нашла в физ. Как настроение? Отлично! А как у тебя? У меня хорошо! Сейчас все принесем! Хорошо! Так! Где там? А я здесь! У меня была такая стратегия! Спрашиваю, как у вас дела? Как жизнь? Может, это неприлично спрашивать? Но все-таки спрошу! Вы ездили еще куда-то? А вы куда-то после проекта путешествовали? Или как? Конечно! И в Швейцарии, и в Португалии, и в Греции! Дальше я выношу блюдо для король! Приятного аппетита! О, первая король! Браво! О-о-о! Так, раз! Э-э-э-э-э-э-э-э-э! Бью! Что за дело? Сейчас будет! Сейчас все будет! Все подкуплено! Хоробчера Мастер-Жен. Виктория, они тебя любят, я тебе скажу. Вкусно? Ну вкусно! Лучше, чем ты готовишь, да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Давай, чемпионат! Кто смеется, как Виктория? Поехали! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Побеждает! Побеждает, Карета! Она смеется, как Виктория, король! Браво-браво! Мне больше всего из гостей запомнился Белодед. Что Белодеду принесли? Вау, 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 вау. Сыр, там, амбер, фототал. Велки-палки. Он, короче, пустил на презентацию. Он прозрил от жизни. Он всем показал, какая презентация. У этих детей есть большие шансы. Я вынесла уже наконец-то морковный торт Кати Песковой. Давай. Не хибасу би. Вот что я тебе скажу. Мне нравится. Попробуйте, Екатерина. Мне не нравится. Слушай, морковь можно было сделать конфитюру, какую-то чипсу сделать, но я не знаю. Ну реально. Сферу тебе не сделай. Можно было сферу сделать, можно было зажалировать. Я не знаю, что угодно. Поступают заказы, мы поэтапно делаем презентации. Сделаю я презентацию для Лены. Не ващу, потому что я от начала до конца сделала это блюдо. И мне очень хотелось сделать такую презентацию, которую я вижу. Я официант от красной поманды. О боже, даже на что-то похожее на то же я хотела. Ура! О, это вкусно. О, это вкусно. Подзывает меня Лена. Я такая, блин, сейчас я уже краснею-синею, потому что я не знаю, чего ожидать. Спасибо за курицу. Божественно. О, ты что? Ты бачишь? Немае одного ингредиента. Перец болгарский. Я покажу коллегу Кольчику и говорю, что мы забыли болгарский перец. Сейчас мы несем вам еще одно блюдо с болгарским перцем и со всем. Серьезно? Да. Ну пробуй так. Хорошо. Я теки за. Хорошо. Мы ему обжарили заново туньет, я отрезала маленькие кусочки болгарского перца, положили и сделали тыквенное пюре, которое уже не с анисом просто было, а именно с просто тыквенное пюре, которое там было на туалетке пюрека. Олег, мы приносим вам извинения, мы переделали блюдо. Пюре хорошая консистенция. Кретка еда пробовать. Пойдеем. И ама. Ама-ама. Дайте еще. Дайте еще. Так вкусно, прям как когда мы приходили на шестой сезон. Скажи вам. Я несу как бы блюдо Жене Клопотенко. Что это такое, расскажи мне, что вы сделали? Мы думали, думали, что же сделать человеку, который в инстаграме подписан как конфитюрмен. Конечно же конфитюр. Мы карамелизировали банан и сварили конфитюр на основе лука и бурячка. Бурячка? Я не давал вам бурячок. У Марфина туда выложила мне тут конфитюр. Мы вам перепутали конфитюр. Я же так и понял. Потом получилось так, что я ему выношу его блюдо. Женя, здравствуйте. У нас небольшая замена. Замена. Вот уже. Конфитюр без свеклы, да? Вот это другое дело. Супер. Варенье. Варенье из лука с куркумой. Тартар, брокколи и глазированным фенкелем. У меня фенкелем забыли посолить. Но рыба хорошая. У вас хоть что-то забыли посолить. Что, я для тебя, пожалуйста. Убери руки, я тебя. Я посолю, будешь пока покушать. Пожалуйста, покушайте. Это очень вкусно. Можно водички? Богом прошу. Спасибо, моя девочка. Курочка моя сладенькая. Ты такая симпатичная девочка. Скажи, когда ты мне принесешь покушать? Тетя Юна такая... Тетя Карета такая злая, такая голодная. Тетя Карета голодная. Вообще страшная женщина. Ковяжий медальон уже типа на подходе. Я приношу блюдо Кате Великой. Пожалуйста, приятного аппетита. Опа! Спаржу зачистили, смотри. Красота какая. Лучше, чем банан. Сравни. Ого! Ой, какая лодочка у тебя. Я подойду. Разрезали банан, перечили луковый конфитюр. И я хочу это попробовать. Уж простите. Это же Женина блюдо, но... Ну, чуть-чуть надо было доготовить бананы, но вообще это вкуснее. Спряк? Да, я. О, приятного. Дякую. Как кролик? Вкусно. Но сухо, с водой просто. Я как дурочка сижу. Знаешь, я поговорка. Мясо, рыба, птица и невеста, истя руками. Так у руха и пошел. А что, невесту готовить даже точно? Женя, ну как? С творога сделали классную кнелю с мятой. Вот такое. А у них синяя сделала мне со жмыхом. Не очистили яблоко. Извините, ваш медальон. О-о-о! Я дождалась, я дождалась. Ваш говяжий медальон с манговым тщательным. Все, да, я хочу це попробовать. Я просто дивлюсь. Я бачу, я хочу це попробовать. Все подавись. Мы выдали все 13 блюд. Мы были очень довольны. Потому что 2 часа на 13 блюд такого уровня. Еще придумай, еще там приготовь. Ну, бывает сложно. Мои ожидания от моих двух блюд сегодня оправдались. И я поела, я сытая. Мои вкусовые рецепторы счастливые, довольные. Чувствую во рту легкое сжжение от перца чили. Поэтому я сегодня счастливая. Мне очень понравилась синяя команда. Мне понравилась она тем, что мне принесли действительно достойное, полноценное ресторанное блюдо. У меня была обалденная прожарка мяса медиума. Они прям как угадали. Они такие, наверное, готовили. Думают, он карета, и меня любит такую. То есть не спрашивая меня, приготовлю то, что мне нравится. На сегодняшний день тунец приготовить, это на самом деле вкусно, сочно. Не каждый сможет. А дитина в 12 лет мне сегодня презентировала таку страву, что я, как спортсмен, скажу, я задоволен. Все, было в одинаковых ванк, было очень вкусно. Я буду выбирать на считалки, чтобы никого не образить. У меня есть то, подруга, это, 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 любви моя вот это. Я считаю, что дети на голову выше, как некоторые участники Мастер-Шеф-доросли. На голову выше. Потому что есть такие участники у нас действительно в каждом сезоне, которые были слабшие за детей. Дети очень крутые, они молодцы. Короче, я бы их забрал в себя на работу, я вам так скажу. Сейчас голосование. Настало время определить, кто покорил ваши вкусовые рецепторы больше. Красные или синие? Первые выходы карета. Красная команда, ваша подача, это просто нечто. Я влюбилась в это блюдо с первого, наверное, взгляда. Ну, с первого вкуса я влюбилась в команду синие. Я не знаю, кто из вас сделал мясо. Это вы боги, просто я за вас. Спасибо! Женя Полибана. Красная команда, не было соуса, вы не очистили кожуру от яблока. Но был очень хороший маринад. И плюс еще кнеля была очень вкусная, творожная с мятой. Это супер, это мне напомнило, как я на кастинге готовила. Синя, вы, конечно, молодцы. Ну, красная. Дальше идет суперяк. Красная команда сделала плюс, что не подала мне кролик на косточке, а в рулет завернула все. И я хочу свой голос отдать за Красную команду. Потом выходит Саша Белодет и говорит, что, ребята, вот по вкусу, в отрыв там на мили-мили-мили-мили, все-таки для меня была вкусняка. Синяя команда. Потом выходит мужик на голове, слабая девочка. Команда красных и команда синих. То, что вы принесли, это было совсем не то, что я хотел. Секрет для этого блюда был в том, что нужно было просто все смешать и протушить. Но максимально близко была одна только команда, и это команда красных. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хотел сказать всем спасибо. Ну, я, конечно, болею за тебя, Илана. Но вкуснее было сегодня в синих. АПЛОДИСМЕНТЫ И у нас, получается, счет 3-3. И вот тут мы уже поднапряглись. Екатерина Великая. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, у синеньких было чуть-чуть вкуснее. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Потом прошла Наташа. По блюдам вы были приблизительно на одном уровне. Я буду голосовать, наверное, больше за обслуживание сейчас, чем за блюдо. И обслуживание было лучше у синей команды. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Виктория Король. АПЛОДИСМЕНТЫ По вкусу я даю предпочтение команде красных. АПЛОДИСМЕНТЫ Потом пошел Олег Ковальчук, мотиватор наш. АПЛОДИСМЕНТЫ Если брать по скорости синя команда швидше была. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дальше выходит Пескова. Если говорить о вкусе, то мне больше понравилась красная команда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОТМИ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я была жутко счастлива, потому что мы победили. Мы их сделали 8-5. Сегодня у Марины выросла такая корона, что мы, Катя, скоро будем чинить кришу мастер-шефа. Просто скоро так выпраться прямо, у них же митца не хватает, понимаете? Пока, синие. До свидания на колушке. Команда красных, вы смогли угодить привередливым гостям чуть больше, чем команда синих. Поэтому сейчас вы полным составом отправляетесь на балкон. Перед голосованием у нас была какая-то драка между Жуликом и Иланой. Типа конфликт, можно так сказать. Жулик подговорював, чтобы мы голосовали против Илани, а Илана подговорила Жулика, чтобы голосовали против меня. Вот такое присоединилось. Почнемо с капитана. Вика. Спасибо команде. Мы делали, как сказать, все делали. Мы делали хорошо. И за два часа, сначала мы думали, что это не реально вообще сделать. 13 блюд, таких продуктов. Все равно надо голосовать и... Жулик, извините, я голосую за тебя, потому что ты делал меньше, чем ты делал из нас. В смысле? Ты что, прикалываешь? У Жулика такое выражение лица. Какого вообще? Я вообще тут пахал. Пахал. Давид, не отличить сырую морковку от готовой, ну, это слишком. Бдыщ! И ты в черном. Все. До побачення, ты лебачення. На Ивана Франков. Давид, это ты, потому что, ну, реально, ты не смог отличить сырую морковку от готовой, сделать только два соуса и пожарить грибочки. Два соуса и пожарить грибочки. Поэтому, ну, как-то не очень, знаешь. Биткой, ну, ты тупая, во-первых. Три соуса, во-вторых, не только грибочки. Три соуса я сделала. Ну, короче, мальчик отстаивает, ты права, мальчик, за тебя уже два голоса, мой третий, уже ничего не поменяется. Типа, можешь не отстаивать свою точку зрения. Хочу сказать, что у каждого были свои, ну, проблемы, но ты, Вика, ты был просто ужасным капитаном, ты не могла собрать всю команду, только после выхода вектора, что более-менее оно молотилось. Я хоть и плакала, нюняла, но я собралась и раздала всем работу. И тебе было ужасным капитаном, команда ничего не сделала, я извиняюсь, без моего руководства он ничего не сделала, правильно? Правильно. без моего решения ничего не сделала, Я тебе давала работу, что ты рабил? Да ты не понимай ни кукареку, я извиняюсь. Давид, прости, я знала, что ты мой друг. В конце, когда я закончила свою задачу, меня Соня просила, что делать, я выполняла. А когда я тебя просила хотя бы мне элементарный противень принести, ты говоришь, нет, когда ты что-то что-то имела своей работой. У меня была. Я на голосу против своего возлюбленного. И все, и вот она улыбалась, а сейчас будет у меня голосуй деткой. Вообще, она уже с ума сошла. Илана, подружка детства, Давидушки, голосует за Давида. Это, конечно, было для меня шок. Шок, и я в шоке, в шоке, шок, шок. По итогу голосования у Давида четыре голоса, а у Вики один голос. Давиде, как ты считаешь, команда приняла справедливое решение? Я думаю, что нет. Они меня просто надели в черный, потому что я не был ни разу на битве. Я извиняюсь, это не из-за того, что жулик не был ни разу в черном, а из-за того, что реально он мало делал. Меньше всего работала Илана. Она не винула, не выполняла свои задачи. Не понимаю. Ты извинювачиваешь Илану в прогрессе команды, а проголосовал против капитана? Если команда справилась, я не виноват капитана. Дорогой ты мой! Не всегда виноватый капитан, понимаете? Не всегда бывает такое. В нашем случае я больше сделала, чем ты, дорогий ты мой. Команда вважает тебя найслабшим. А от же, цей фартук твій. Сподіваємось, ты сможешь довести всім, що це була прикра помилка. Жолик одевает чорный фартук, все були раді, балкон був раді. Все, зашибись. Прости, пожалуйста. Потом сказала, поднимайтесь на балкон. И Илаша к нему Давидочка. Я случайно от этого сделала, загадилася. Ну ты меня простишь, ну мой голубчик. когда ты на меня одевал, я тебе не говорила ничего. Ты сам говорила друзьям, друзьям. Так, ну Жуля, ну Жуля, ну прости, мой голос бы все равно ничего не делал. Три, три один, мой голос уже не сыграл никакую роль. Вообще никакого. Жуля, когда ты на меня одевал, я на тебя не говорила ничего плохого. Ну ты двулечна. Спасибо. Типа ты нет. Илана, она поступила двулечна. Меня подговаривали, ой, я буду голосовать против Вики, она была фигурным капитаном, и сейчас она в зуберке меняет кой. Ну просто это двулечность. Ну я пыталась, не двулечна. КОНЕЦНО наставьте и момент, когда Жуляк будет стоять внизу и будет биться, можно сказать. И пора мальчику. Он не был в черном, поэтому мальчик дерзал. Редактор субтитров Корректор А.Егорова